Здравствуйте! С вами портал экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наш курс, посвященный божественной литургии. И сегодня мы поговорим о завершении литургии слова или литургии оглашенных. В рамках нашей прошлой лекции мы поговорили о молитве Трисвятого и, собственно, о литургических чтениях. Мы сказали о том, что чтения являются, собственно, сердцевиной этой части литургии. В рамках исключительно правильной традиционной модели за чтениями должна бы следовать проповедь. Потому что вот непосредственно хлеб слова, то есть научение от священного писания, должен быть преподан верным. То есть, как, например, евхаристическое тело Христова дробится на части, и каждая из частиц преподается вот каждому конкретному верующему, также и хлеб словесный должен быть не просто представлен собравшимся, но также преломлен на части, разобран так, чтобы он до каждого в конечном итоге, как бы каждому на сердце лег и до каждого ума дошел. При этом, однако, сложившаяся вот в рамках XX века практика, отнесла проповедь к самому завершению литургии. У этого есть свои сильные и слабые стороны. Наверное, нет никакого смысла останавливаться на этом подробнее. Просто обозначим, что после чтений должна была бы осуществляться проповедь. В ряде случаев сейчас есть приходы, где это так и происходит. В большинстве случаев мы проповедуем по завершении богослужения, и литургия начинает двигаться к своему логическому завершению, вот это ее часть. Потому что для некоторой части собравшихся на этом служба действительно окончится. В храме стоит много разных людей. Здесь есть наряду с верными, то есть с крещенными христианами, которые пришли причащаться и готовятся к этому. Также, например, и оглашаемые. Люди, которые уже наставляются в христианской истине, которые уже, может быть, прошли, например, какие-то вступительные молитвы, но, собственно, еще не корестились. Поэтому для них как раз вот эта дидактическая часть очень важна. Они участвуют и в совместной молитве, и в слушании Писания. Им преподается смысл этого Писания, то есть вот, пожалуйста, проповедь звучит и для них тоже. Но участвовать в христии как таковой они уже не могут. Также, например, вместе с ними присутствуют и кающиеся. Это те из верных, которые ввиду совершения каких-то особенно тяжких согрешений причащаться не могут. Поэтому они, скорее всего, покинут собрание также вместе с соглашаемыми. Вот для этой части собрания литургия подходит к концу. Поэтому мы увидим здесь такого рода формы завершения, какие, например, мы увидим и по завершению литургии в целом. То есть, например, здесь будет звучать сугубая ектинья. Как правило, она завершает собою всякое богослужение. Мы видим сугубую ектинью в завершении вечерней, в завершении утренней, собственно, в завершении литургии будет она же. При этом относительно сугубо ектиньи нужно заметить. Само ее название, мы уже с вами говорили, в принципе, о ектиньях как таковых, упоминали их виды и формы. Но напомню, само название рождается от многократного ответа Господи помилуй. То есть, не единократно отвечает хор или община верных на молитвенный призыв, а многократно. Здесь, опять же, ряд специалистов считает, что такая форма тоже связана с константинопольскими литургическими процессиями. То есть, в рамках вот этих литий или литаний верные также многократно воспевали Господи помилуй в ответ на, в том числе, какие-то диаконские ектиньи. Относительно конкретно текста можно заметить, что, с одной стороны, сугубо ектинья имеет совершенно конкретное читаемое введение. То есть, первых три ее прошения существенным образом отличаются от всего остального ее текста. То есть, собственно, прошение самое первое, вводное. Воззовем все, от всей души и от всего помышления нашего воскликнем. Господи помилуй. То есть, вот, собственно, начало ектиньи. Два других прошения вполне соотносятся и по логике, и по форме с ветхозаветными текстами. Второе прошение. Господи Вседержителю, Боже отцов наших, молимся Тебе, услышь нас и помилуй. Перед нами перефразированный момент начала так называемой молитвы Моносии. Это текст, которым заканчивается вторая книга Паралипоменон. И, соответственно, текст этот, безусловно, покаянный. То есть, вот здесь у нас начинает возникать покаянная тема. Более того, третье прошение. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей. Молимся Тебе, услышь нас и помилуй. Совершенно конкретно соотносится с началом 50-го псалма. То есть, вот такого рода библейское введение подводит нас к череде прошений, которые, как кажется, не особенно сильно отличаются, например, от прошений ектеньи мирной. Хотя на самом деле тон двух этих ектеней отличается друг от друга. Мирная ектенья говорит обо всём. Она охватывает нужды мира как такового. То есть, она не только про христиан. Ектенья сугубая, которой, напомню, завершается вот эта часть литургии, специфично посвящена только нуждам общины. Здесь поминаются начальники этой общины. То есть, в нашем, например, случае звучит молитвенный призыв о патриархе и местном епископе. Да, и вообще о всём во Христе братстве. То есть, о верных. Мы молимся о стране, но в контексте того, чтобы внутри неё жить спокойно, безмятежно, в благополучии, чистоте. То есть, чтобы, кроме всего прочего, христианская церковь вот здесь не оказалась гонима. То есть, это не только и не столько о стране вообще, но о церкви внутри страны. О братьях наших, священниках, диаконах, монахах, о всём во Христе братстве нашем. То есть, вот она специфична, молитва о клире. Ну и дальше мы увидим, например, здесь молитва о благоукрасителях, о, собственно, почивших, молитва о живых. То есть, но всё это, повторяюсь, в контексте непосредственно общины здешней. То есть, благоукрасители этого храма, о всех здесь лежащих. То есть, имеется в виду вот то, скорее всего, присутствующее или в своё время бывшее вокруг этого храма христианское кладбище. О том, о ком мы молимся здесь гласно оздравно, потому что часто в сугубую Екатинью включают, например, либо какие-то дополнительные прошения, либо на прошении ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии и спасении, напоминаются кто-то поимённо. По-хорошему, это тоже люди, как-то соотнесённые с жизнью прихода. То есть, ведь те записки, которые читаются, написаны прихожанами. Это кто-то из их близких. При этом, относительно поминовений на сугубо Екатинье, нужно заметить, что здесь у нас присутствуют два таких прошения, которые бы подразумевали некое гласное поминовение каких-то конкретных людей. Это, собственно, прошение о усопших и прошение о живых. Как правило, в практике мы наблюдаем, что сугубую Екатинью воспринимают исключительно, как Екатинью, в рамках которой молятся о живых, а далее за ней следует Екатинья о усопших. Это не вполне верно с точки зрения литургики как таковой. Литургии, как праздничному богослужению и венцу богослужебного круга вообще, не свойственно упоминовения о усопших в рамках каких-то таких особенных развернутых гласных форм. То есть, например, Екатинья о упокоении начинает появляться в богослужебных последованиях литургии где-то около века 15-го, причем соотносится она исключительно с днями памяти усопших, то есть с родительскими субботами. И уже крайне поздняя тенденция, когда эта Екатинья начинает сопровождать практически каждую литургию. Против такого рода практики выступал священный исповедник Афанасий Ковровский. По этому поводу у него есть совершенно отдельное сочинение. Можете при желании с ним ознакомиться. То есть, по большому счету, мы видим, что дням праздничным, как минимум, то есть это день воскресный и дни каких-то больших праздников, точно не может сопутствовать гласное поминовение усопших. Мы видим это даже изнутри логики служебника, который, например, в текст чинопоследования литургии Иоанна Златоуста Екатинью о упокоении предлагает, а в текст, например, чинопоследования литургии Василия Великого не предлагает ее совершенно. То есть, если мы откроем последование литургии святителя Василия, то мы не увидим здесь этой Екатиньи ни в каком виде. Это связано банально с тем, что в рамках нашего церковного года литургия святителя Василия и совершается только либо в ряд воскресных, либо исключительно праздничные дни. Вот исходя из этой логики, сугубая Екатинья, безусловно, присутствует в богослужении всегда, а Екатинья о упокоении является, конечно, поздней вставкой, и поэтому, с одной стороны, вполне усопшие могут поминаться и на Екатинье сугубой, но если у нас, безусловно, день памяти усопших или, в принципе, не праздничный день, то, конечно, и Екатинье о упокоении, ну вот в рамках современной общей практики, в литургии может найтись место. Внутри сугубой Екатиньи присутствует своя молитва. «Господи Боже наш, усердную нашу молитву прими от Твоих рабов, и помилуй нас по множеству милости Твоей, и щедрые дары Твои не спошли нам и всем людям Твоим, чающим от Тебе неистащимой милости. Ибо Ты, Бог, милостивый и человеколюбивый, и Тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Вот здесь текст молитвы очень соотносится с вот этим сугубым воззванием «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». То есть молитва и призывает милость Божию на собравшихся, милость, щедрые дары, неистащимая милость, Ты, Бог, милостивый. То есть в очень небольшом молитвенном тексте тема милости и щедрот в ветхозаветном тексте это звучало бы как хэсет и рахамим, милости и щедроты. И здесь замечу, что щедроты однокоренны в ветхозаветном тексте с термином, обозначающим материнскую тробу. И таким образом у нас рождается параллель и калька благоутробия. То есть милосердие, щедроты, любовь. То есть яркие проявления любви Божией к миру. Вот в контексте всех озвученных прошений мы имеем в виду, что всё, о чём мы здесь просим, это на самом деле милость, помилование. Но здесь, кстати, с нами русский язык часто тоже играет злую шутку, потому что для нас помилование – это категория очень близкая к уголовному праву. То есть Бог помилует, как милует, например, судья. Текст вот этой молитвы очень чётко указывает нам, что то милование, скорее даже не помилование, вот именно милование, которое мы просим от Бога, это то, та милость, те щедроты, то благоутробие и любовь, которая, например, вот для нас самым простым и очевидным способом соотносится, например, с любовью материнской. Вот о таком помиловании, то есть чтобы Бог, скажем так, обнял нас и пожалел, а не простил нам просто наши юридические беззакония. Вот об этом мы просим и в тексте сугубо Ектиньи, и в молитве, которая её сопровождает, да и вообще в любом нашем ответе в рамках Ектинии, когда мы отвечаем «Господи, помилуй». В рамках чтения сугубо Ектинии, как правило, священник до этого, дочитав евангельский текст, отлагает Евангелие во главу престола, раскрывает илитон, плат в который заворачивается антиминс и приступает к раскрыванию антиминса, который он закончит в рамках следующей Ектинии, Ектинии, собственно, об оглашенных. Темы илитона, и антиминса рассмотрены нами в отдельном видео, к нему я вас отсылаю, можете посмотреть его в рамках нашего же плейлиста на этом канале, который, собственно, весь плейлист у нас и так и называется «Литургика». Там есть видео антиминс, вот посмотрите его, это достаточно пространный материал, не будем касаться его в лекции. Только напомню, что само наименование происходит от антиминса, то есть вместо престоле, это плат, который изначально существовал для каких-то экстраординарных обстоятельств, в которых совершается богослужение, то есть престол ли это освященный еретиками, поэтому на нем нельзя просто так совершать службу, или же это вообще не богослужебное какое-то пространство, это какой-нибудь поход, миссионерское действие или что-либо подобное. И вот на этом платье, внутрь которого вшита частица мощей святых мучеников, который на определенном этапе получает на себе епископскую санкцию, то есть на нем пишется, что благословением такого-то архиерея он освящен и допущено священодействие на нем. Собственно, на данном этапе века примерно с 13-го и далее антиминс является неотъемлемой частью совершения литургии. Хотя история его значительно древнее, в тех или иных видах уже примерно с 7-го века мы его в церковной истории наблюдаем. Так вот, в рамках этой ектиньи он начинает раскрываться, а продолжит на ектинье следующий, то есть мы уже сказали, что после сугубой может звучать ектинья о упокоении, может не звучать и литургически верно, чтобы в рамках базовых дней церковного года она отдельным образом не присутствовала. Далее у нас ектинья о оглашенных, который, собственно, вот эта часть литургии и завершится. Собственно, по самому названию мы понимаем, что ектинья это связано с той самой категорией верующих, которые уже принимают истины христианского учения, но при всем при этом еще не стали христианами непосредственно, то есть не прошли вот это таинство рождения в жизнь вечную, не приняли крещение. Эта ектинья имеет любопытную структуру, потому что, с одной стороны, она показывает нам внутри литургический прецедент, когда церковь призывает к участию непосредственному прямому в богослужении тех, кто еще формально не является ее частью. В этой ектинье из нескольких прошений два, первое и последнее обращены непосредственно к оглашенным. То есть, мы совершенно четко, категорически привыкли, что вообще церковная молитва как таковая, она только про и о членах церкви. Частная, домашняя может быть любой, но все, то, что происходит в храме, это только о тех, кто является христианином, причем даже уже христианином именно этой конфессии. Нужно заметить, что, конечно, ширина церковной истории и практик показывает нам, что это ригористическое утверждение, мягко сказать, не всегда верно. Мы можем посмотреть банально на практику тех наших епархий, которые существуют, например, на каких-то инославных территориях, которые управляются соответствующими, например, монархами. Ну, то есть, проще всего нам было бы вспомнить, например, суржскую епархию, находящуюся в Великобритании. Там, на Ектиньях, регулярно поминается в свое время ныне блаженно почившая королева. Теперь, собственно, британский монарх, король, о котором просят и молится церковь в рамках именно своего богослужения, чтобы Господь, конечно, послал ему помощь и заступление. Похожим образом, например, еще более экзотичный пример, японская православная церковь вспоминает представителей правящего дома японской императорской династии. Но это, может быть, такие крайние случаи. Здесь же мы видим, что священник обращается в Ектинье «Помолитесь оглашенные Господеве». «Господи, помилуй!» Отвечают, соответственно, в данном случае они. Следующие прошения идут о них от лица верных. Верные «Об оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, откроет им Евангелие правды, соединит их святой своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их Божа Твоею благодатью». То есть, здесь соединяются молитвы оглашенных о самих себе и молитвы верных о них. То есть, церковь готовится принять этих новых членов, она ищет их спасения, и поэтому, с одной стороны, их мотивирует к молитве, то есть, чтобы они сами прилагали усилия, с другой стороны, открывают им свои объятия, то есть, вот они верные, которые ожидают вашего прихода, и, соответственно, молятся о том, чтобы Господь помог вам в этом. Ну и, соответственно, последнее прошение, «оглашенные главы ваши Господу преклоните». То есть, оно тоже обращено теперь не к верным, а тоже только к оглашенным. Специфику ситуации добавляет то, что, например, в наших современных богослужебных собраниях часто люди не обращают внимание, не берут в голову, что в Екатинье приглашаются к склонению головы оглашенные, а кланяется весь храм разом. Смысл этого главопреклонения между тем совершенно простой и конкретный, так как перед нами завершающаяся для оглашенных литургия, то священник преподает им молитвенное напутствие и благословение. То есть, таким же образом, например, заканчивается и основная часть литургии заамвонной молитвой. Она бы тоже должна сопровождаться и главопреклонением, но, как бы, современная практика несколько иная. Поэтому здесь оглашенные склоняют свои головы ровно для того, чтобы получить благословение и покинуть собрание. То есть, главы верных склонять в этом процессе совершенно не нужно. Также замечу, что в рамках собственно этой ектеньи и сопровождающей ее молитвы, то есть, в ней, собственно, мы видим молитву о оглашенных, уже начинает проявляться разница внутри молитвенных текстов двух литургий. То есть, если внешним образом литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого не отличаются друг от друга практически никак, то в смысле текстов молитв именно с молитвы о оглашенных и далее тексты Иоанна Златоуста будут одними и тексты литургии Василия Великого совершенно от них отличающимися. Итак, собственно, в рамках именно этой егтинии, как мы уже сказали, разворачивается антиминс. Как правило, происходит это собственно на словах «открыет им Евангелие правды», то есть, вот открывается антиминс для последующего совершения богослужения. А молитва об оглашенных в тексте литургии Иоанна Златоуста звучит следующим образом. «Господи Божий наш, который живет в высотах и опускает взор свой наземное, который послал во спасение человеческого рода своего единородного Сына и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, обрати взор на своих рабов оглашенных, склонивших перед тобой свои шеи, и удостой их в должное время, купели возрождение, прощение грехов, одежды нетления, присоедини их к своей святой вселенской апостольской церкви, и причисли их к святому твоему стаду». То есть, собственно, как мы видим, весь текст этой молитвы исключительно про данную категорию. Вот они готовятся покинуть собрание, и священник, кроме всего прочего, в молитвенном напутствии говорит о том, чтобы Господь как можно скорее сподобил их войти в это собрание теперь уже не в статусе оглашенных, но верных. Далее перед нами будут молитвы собственно верных, с которых начнется основная часть литургии. В рамках нее уже отсутствуют оглашенные и кающиеся. Все собравшиеся едиными устами, единым сердцем исповедуют одну и ту же веру, и более того, зримым, ясным и однозначным ее исповеданием является приобщение святых христовых тайн, к которому отныне литургия будет стремиться уже не распаляясь ни направо, ни налево, ни на какие другие темы, а целиком сойдясь к этому. Об этом мы поговорим с вами в наших следующих уроках. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok